Воспоминания, цветы и даже вальс. Организаторы постарались создать приятную атмосферу для свидетелей военных времен. Угощали солдатской кашей, говорили слова благодарности за победу, завоеванную с таким трудом. Я в семье часто говорю о подвигах дедов, которые служили на фронтах войны из моей семьи. Прадед у меня был рядовым, но дошел до Берлина. К сожалению, второй прадед погиб вместе со своими братьями, всей семьей в первые дни войны. Темная ночь, смуглянка, последний бой, дорожка фронтовая. Тексты песен военных лет знают наизусть не только фронтовики. Именно песня стала средоточием чувств и настроений народа. Без текстов и музыки, созданных в годы войны, невозможно представить себе тех памятных лет. В 43-м в конце года по ледовой дороге жизни нас вывезли, меня со второй степени дистрофии. Мама, в общем, я глубоко кланяюсь до сих пор маме моей, она меня, короче говоря, спасла от смерти. Умирающие меня увезли. Умерли у меня там дедушка, бабушка и сестренка. И мама мне сшила такой вот мешочек, и на нем фамилии родственников, ну, которые могли бы, если вдруг она упадет, ну, все знают, что люди, голодные люди Ленинграда шли по городу и падали замертво. Ну, и на этот случай мама сделала вот мне мешочек, думает, я останусь жива, и кто-то меня, добрый человек, отведет куда-то. Ветераны подпевают, но мало кто танцует, возраст не тот. Однако с удовольствием делятся воспоминаниями. Воспоминания, ранения, медали – это то, что у них осталось от тех кровавых событий. У каждого война что-то забрала. Молодость, здоровье родных. У меня с 13-го года. Участник первый Халкингол, хасанские события, 38-го года, а потом Великая Отечественная война, от и до. Много наград очень имел, много от Сталина и не только. Да, и память мы его чтим, конечно. Слишком молодым он умер. На таких праздниках все реже видно участников боевых действий Великой Отечественной. Годы безжалостно забирают их. А тем, кто еще с нами, зачастую уже трудно просто выйти из дома. Отпраздновать День Победы приходят сквер и ветераны помоложе – Афганистан, Чечня и другие локальные конфликты. Но никто не делит победу. Она здесь и правда одна на всех. Я радистом был подготовлен. Когда пришел на фронт, 253-ю дивизию, я был назначен старшим радистом командира дивизии. Разбили мы всех, уничтожили 16-ю армию немецкую и нас перебросили на Западный фронт, вот в район Орловской, Курской и Белградской областей. Вот эти три области организовывали Курскую дугу. Вот там в сражении, танковом сражении, меня и ранило в ногу 11 июля 43-го года. После завершения концертной программы горожане долго не расходились. Делились со вспоминаниями, пели песни военных лет. В этот день эмоциональная связь между фронтовиками и молодым поколением сильна, как никогда. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.